В актовый зал Казахстанско-Российского университета в старом добровольно-принудительном порядке сгоняет студентов. Им тут втолкуют, о чем же все-таки говорил президент на прошлой неделе. Вот звучат последние наставления педагогов. Очень высокого уровня сегодня пришли нам гости. Это депутаты, это ассамблея, понимаете? То есть сейчас СМИ на всех каналах, поэтому я очень прошу, пожалуйста, вести надо себя очень спокойно, достойно. Растолковать послание сегодня пришли идеологи правящей партии Нур-Утан и почему-то работники избирательной комиссии. Их встречает торжественно, как Авгуров. Один из партийных идеологов долго и сверхакадемично делится пережитым и переосмысленным. Тут тебе и Кант, и Библия, и Куран, и психоанализный десерт. Ельба-ЦИК как раз в конце еще раз говорит, надо дойти до каждого. Изменить, произвести инверсию, эндокринацию, инклюзивность. То есть изменить сознание, мышление, парадигму. Может быть даже какими-то диверсикационными методами эндокринации. И где-то какое-то провести насилие в каком смысле заставить. Представитель ЦИК полчаса рассказывает, как надо правильно с пользой переживать всякое послание президента. Каждый человек должен через себя пропускать. И вот утром мы просыпаемся, там завтракаем, пьем чай, на работу идем. И здесь именно мы должны, должно быть у нас выше всего, наша жизнь, наши дети, наша работа. В данный момент вы студенты здесь сидят в зале, вы должны учиться, завтра получить образование. Правда, бывший депутат парламента Серегбай Алибаев вынужден признаться. Послание он даже со своим законодательным багажом не понял. Послание президента, в частности Назарбаева послание, с каждым годом слабее и слабее становится. Или возрастное, или что-то такое, или команда слабеет, или мы идем вообще к тупику. Поэтому вот такие послания, я думаю, не стабилизируют общество, а дестабилизируют. И поэтому вот аординцы, депутаты, власть, они все сейчас растеряны. Даже вот я смотрел, когда зачитывал отдельные моменты Назарбаев, просто мне было жалко смотреть в зал. У всех якобы они умный вид, блокнотики, карандашки, ручки записывать. Что там записывать? Конкретики нету, конкрет нету. Все прожекты какие-то. Мы не знаем, что в этом году будет. Он на 50-й год уже залез. Куда более конкретный эффект того общения на ходу со студентами. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что-нибудь из посланий? Ну, самое главное запомнилось то, что нам на будущий год, в 2016 году, повысят зарплату, как нашим студентам. И мы в будущем будем получать еще больше. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что-нибудь из посланий запомнилось? Мемликет ель? Сейчас. Не, не хочу отвечать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь из посланий не запомнилось? Не запомнилось, но нет, спасибо. Скажите, что-нибудь из посланий запомнилось? Нет. Впрочем, вряд ли студентам и партийным деятелям эти мелочи помешают поставить очередную классическую галочку. Беседа с подрастающим поколением прошла на высоком идейно-политическом уровне. Наши обучающиеся, да.